Доброе здоровье уважаемые посетители канала! Только что я выставил видосик про кожу и плесень и как бы сказать вдогонку вот еще письмо от наталья она просит ответить кажется в тему все идет и так петрович здравствуйте сегодня запланировала очистку печени с утра после туалета сделала клизму сейчас пью порошок трав по булевой уже три раза молодец самочувствие среднее болит голова ну там порошок начал расшевеливать все это был уже несколько раз стул весь в слизи фото фото приводим можно вас спросить это нормально что слизь идет еще до выпивания масла так и должно быть предполагаю что может быть все но опыта мало спрашиваю вас спасибо с уважением наталья итак смотрите что происходит я тут по этим фоткам просто-напросто я вижу что слизь такая знаете стеклообразная то есть правду матку так и говорю организм натальи судя по фото переполнен вот этой вот слизью и и поэтому вот эти вот травы которые которые содержатся душистые травы укроп фенхель что там еще там тот же тмин вот еще какая-то там трава вот они обладают мощными вот этими вот противогрибковыми противобактериальным действием и поэтому если имеется знаете вот разнеженная медузообразная масса там допустим плесень живет себе и нормальненько и до этого человек вообще с этим делом не сталкивался то есть с вот таким вот натуропатическим лечением применением значит вот эти противопаразитарки то там она знаете так сказать как вот такое выражение с махровым цветом расцветает человек живет знаете так сказать ну более-менее нормально там то есть все сделают ну а что вы хотите чего вы хотите мол то есть все здоровье вот такое как ну какой есть и так далее оно должно быть намного больше посмотрите на меня энергетика будь здоров и так как только мы начинаем с вами применять противопаразитарные травы несмотря на то что мы с вами используем чистку печени а эти травы как раз способствует вот этот фитонцидной своей этой активностью значит гонят грибки и плесень колонии этих бактерий и так далее и человек там ходит в туалет и делает клизму то есть это все сразу начинает отходить поэтому вы вот эти вот травочки побуревая кстати кожа и плесень я там привел этот рецепт этот побуревая хотя вы можете там найти сами в моих книгах кстати пользуйтесь лучше моими книгами потому что я просмотрел там про дегтярную воду там что-то там каждый норовит свое сделать и более того и запатентовать это мой рецептик и никто ничего не это ну ладно тем и отклиняемся так вот вы можете эти травы перемолотые в порошок а почему порошок а я же вам говорил что именно порошок они какой-то там отвар нас то и так далее именно порошок принимать в течение допустим недели при этом знаете что можете две недели принимать при этом обязательно три раза в день перед едой ориентируйтесь по своему самочувствию вот ориентируйтесь по своему самочувствию как может дозу увеличить там допустим не пол чайной ложки принимать за раз перед едой три раза а может по чайной ложке а может даже по полторы чайной ложки особенно знаете если вы чувствуете она тут повалила хорошо у вас самочувствие нормально а вы тогда такая хоп очки добавили тогда дозировочку а чувствуете плохо уменьшили дозировочку прекратили отставили пришли в себя опять но при этом вы видите что с ваш выходит вы понимаете что это работает это работает прекрасно работает гонит вот эту всю всю бяку как у которая просто на просто сидит внутри знаете тихонечко так это самое как наши чиновники там это самое с такими хорошими зарплатами то им заниматься страной благоустройством они нормально устроились благоустроились они рубая там шоколаде и и мармеладе и и так далее так точно вот эта плесень она сидит там такая почмокивает нас посасывать расселяется по всему организму потом то там то здесь то суставы то сосуды то сердце то еще чего то давление то сахарный диабет то еще какая-то это сама ерунда не уж а бог об опухолях молчу плюс еще норовить на кожу вылезти так вот и изнутри надо глянуть а что творится снаружи то есть это тенденция плесени чтобы она вот вот тут отзавелась а потом и надо вылезти наружу грубо говоря посмотреть а как тут живется на свежем воздухе смешно вроде бы но на самом деле это так поэтому прекрасно вы почувствовали как это действует значит не откладывайте это на дальний ящик избавляйтесь от всего этого тем более одно дело знаете съезды и все это рассмотреть что там свои не выйдет с вас вот так что помогайте своему собственному организму в обретении здоровья это как раз вот эффект того что в переполненном организме слизью вот эти все травки действуют ну буквально таки моментально на них реагирует вся эта плесень начинает выходить но она там норовит 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 зацепиться норовит куда-то влезть такие места где ее трудно достать переждать это и опять так сказать это и оцениваете свое самочувствие так вот пошло а тут может быть такие и кризисные явления там поносите там даже температура может подняться там еще что-нибудь там голова то все вот клизмочку сделали быстрее очистились далее значит чувствуете а вот это вышло на следующий день или когда-то вы чувствуете себя лучше о хорошо то есть это работает оценивайте то что вы делаете так что да вот это вот вся и кстати вот это вот плесень которая выходит она может как в случае с эдуардом просто не напросто не давать маслу и лимонному соку сработать для того чтобы был мощный желчегонный эффект раскрылись желчные протоки и все это вылилось в этот самый двенадцатиперстную кишку и далее с помощью поноса было удалено понимаете вот это вот зараза плесень вот это вот она это все блокирует и поэтому чистка не удается по этой причине и тогда вот эту вот подготовку чтобы удачно была чистка печени надо сделать гораздо длительнее и вот их можно еще раз повторю применить как противопаразитарку хорошую добротную противопаразитарку можете даже молотой полыньки добавить это данная так сказать приобретет массу других интересных оттенков которые погонят разного рода паразитов так что вот наталья все это дело объяснил и это хорошо что вы не то что мне доверяете а вы как-то поняли вы начинаете высылать фото что с вами происходит и так далее так далее то есть в этом легче ориентироваться вот как я с андреем видите он показал язык а язык увы не хороший то есть там имеется чем чем ближе корню тем больше вот это вот грубо это плесень там засела да он показал что вышла с толстого кишечника смысле вот это вот на на голоде вот это вот слизь и наконец таки то что имеется на коже подмышками и как бы сайт пазлы сложились да вот она живот она это зараза которую вот так вот действует сюда лезет а там гнездится и уже вылазить на кожу то есть она уже чувствует себя хозяином в вашем организме и все а она хочет показать свою красу от смотрите на коже какая и при этом она просто-напросто нас съедает так что я много информации сейчас дал насчет вот этой плесени и и застряю ваше внимание будьте внимательны и кстати упали на уринах как раз сегодня пришел ко мне давнишний мой знакомый с которым мы вместе все это дело начинали и вот он рассказал что два года использовал упали на урину натирался он хотел получить вот этой ситхи там различные это и вот это он говорит появился псориаз а я не псориаз а на кожу начала вылезать вся мерзость которая имелась у нутрях и поэтому надо было продолжать чтобы это все прошло как вот это вот женщины при приеме дегтярной воды и кожа стала совершенно иной но естественно самочувствие доброго здоровьица я благодарю вас за то что вы откликаетесь проявляете свою благотворительность на поддержание канала и всегда оценивайте мои видосики если они вам понравились а тем более приносят пользу проявляйте благотворительность а если нет я схалтую значит дульку с маком